Кто-то делает супер повышенные ставки, да, на какие-то конкретные песни, а потом эти песни не заходят, люди расстраиваются и уходят из музыки. В сознании у людей, у артистов так сложилось, что ВК — это самая главная площадка, где появились плейлисты. О плейлисты мы сейчас станем популярными, нет такого. Что это, может, плейлисты «Однонепка»? Мы вчера там создали, накрутили там миллион прослушиваний, а у них прям реально фирмы, там устройства. Как бы этих ребят уже ставят на карандаш, условно, заследят, смотрят. Да, был паблик «Астрология» серии, там за тысячу рублей можно было купить пост и получить там 1500-2000 добавлений. И мы можем определять, то есть, во-первых, можем определять, сколько плейлист добавило к себе и понимать вообще, насколько он популярен. Соберешь 5000 прослушиваний, и ты уже заработаешь там 3500 рублей плюс-минус. Только лишь один из 15 примерно треков показывает плюс-минус какой-то потенциал к дальнейшему росту. А потенциал в чем выражается? Потенциал выражается в количестве и объеме аудитории, которая дает определенную конверсию за стоимость добавления. Я видел, сколько вот вкладывалось, это 25 миллионов вкладывали, представляешь, в таргет ВК, чтобы недельку находиться в чарте. Как лучше выстраивать стратегию ВКонтакте? И, сужу вопрос, на подписчиков или на стримы на треки? ВК больше не является главной площадкой для продвижения музыки. На Ютубе есть более интересные методы продвижения своей музыки. Начнешь выкладывать в день хотя бы по 3-4 ролика, и так стабильно каждый день наступает момент, когда видосы начинают стрелять в рекомендации. Потом в ТикТоке где-либо еще залетают тупые креативы максимально, но сниппеты, которые артисты стараются, снимают, там, студии, свет, там, все, стиль, короче, не залетают вообще. Уже сейчас у нас есть технология, которая позволяет эти креативы переписок создавать самостоятельно, то есть с помощью искусственного интеллекта. Оттуда действительно очень много артистов выстрелило и завирусилось. Еще, знаешь, они, артисты, хотят все максимально быстро, чтобы происходило. Во-первых, нормальная рекламная кампания, она около месяца идет. Рынок, ебать, будут те, у кого будут инструментарии, которые будут позволять брать вот такие вертикальные видео и максимально их распространять по всем возможным социальным сетям. Но когда я увидел, что у меня с масс-постинга, блин, видос набирает 4,5 миллиона просмотров и 180 тысяч лайков, который сделан бесплатно, я понял, что вообще нахер они нужны. В поисках новой музыки вообще что делают? Либо заходят в новинки, там, если мы сейчас говорим про ВКонтакте, да? А дальше все на вечеринках, на тусовках, где-то еще, в дороге, они слушают в основном чарты. Топ-1 Apple, топ-1 Яндекс и до третьего места до полоса ВКонтакте. И это рок, получилось где-то от 3 до 5 рублей за клик. Именно на целевую площадку, это типа очень круто для Яндекса. Конверсия рубля на клик, вот когда уже кликают, уже на лендинге уже клик. Пичить, кстати, тоже можно в Spotify, просто нужно это делать от лица другой страны. То есть это у нас сейчас получается YouTube Shorts, это TikTok, это Instagram Reels, ВК-клипы и вот еще Pinterest получается, можно. Музыкальный менеджер, привет, у меня в гостях сегодня Влад Янковский. Влад основатель социальной сети для артистов сферам, об этом он более подробно говорил в первой части нашего разговора. Это у нас часть 2, она будет посвящена продвижению музыки. Нам сегодня Влад расскажет немножко свое видение о том, как вообще сейчас продвигается музыка. И всех призываю посмотреть обязательно первую часть, где мы говорили о дистрибьюции, какие услуги, точнее, предоставляет сферам, какие в этом есть преимущества. Потому что мы для своих клиентов в нашем агентстве, кто работает как физлицо, либо пока не обладает еще большим каталогом или заработком, советом работать именно со сферам. Вот, предлагаю начинать. Влад, привет. Привет, Миш. Привет. Мы как будто не расставались. Да, да, да. В общем, у нас, да, про продвижение. Ты в этом плане большой специалист. Расскажи немножко вот про свой опыт. Я знаю, что там это 10 плюс лет. Именно вот с точки зрения продвижения музыки чем ты занимался так вот основной? Да, опыт на самом деле очень большой. 12 лет продвижения. Вот. Я очень наблюдал, как меняются процессы, как меняются технологии, как меняются подходы, как меняются площадки, в которых продвигается музыка, как растет стоимость на это продвижение. Да, потому что, если, например, сравнить то, что сейчас там с 2018 годом, то это стоимость там x5 минимум. Серьезно? Конечно. Все очень сильно подорожало. Последнее время, особенно после начала SVO, рынок еще раз перевернулся, изменился, то есть много моментов. В целом, если говорить про продвижение музыкального проекта, да, некоторые артисты, там, их менеджеры и так далее видят в этом продвижение целиком, да, как бы личности бренда, то есть полностью всего проекта. Кто-то делает акцент на продвижение каких-то конкретных песен, кто-то делает суперповышенные ставки, да, на какие-то конкретные песни, а потом эти песни не заходят, люди расстраиваются и уходят из музыки. И за весь мой опыт, за весь мой путь сложилась уже понятная такая стратегическая картина, как лучше всего действовать, особенно вот в 2023 году с текущими там запретами, ограничениями там других площадок. Вот, об этом сегодня поговорим, разные интересные штуки расскажу, надеюсь, будет полезно ребятам. Да, давай, наверное, начнем с самого распространенного инструмента или платформы, как ВК, потому что многие, у многих, мне кажется, запрос, либо они где-то слышали, либо друг там делал, либо там они знают четко, у них был опыт работы с ВК, и вот многие приходят и хотят именно продвижения ВКонтакте. Может, давай вот просто вот, что знаешь про эту платформу? Давай, да, начнем с этой площадки, на самом деле в сознании у людей, у артистов так сложилось, что ВК это самая главная площадка для продвижения музыки, потому что это первая площадка, где люди слушали музыку давно еще, когда она еще даже не была официально лицензирована. Это просто загружалась там песня к себе на страницу, да, как аудиозапись, рассылалась друзьям, товарищам, там выкладывалась к себе на стену, там спам какой-то происходил, вот, и на этом продвижение заканчивалось. Вот, чуть дальше уже начали появляться инструменты, и я был первооткрывателем как раз-таки всех этих инструментов, это посевы по пабликам, когда только-только зарождались, у нас были свои сети пабликов, мы ввели и выкладывали до треки, и это начало стрелять вот артистку Марии Крэмбери, мы за счет пабликов так и растащили, и сделали ее в то время популярной очень ВКонтакте, и потом она позиционировалась как артист, которую, типа, сделала площадка ВК, типа, и вот двигалась в таком, короче, ключе. И в целом очень много артистов, на самом деле, которые выстрелили из ВК, ну, и продолжают некоторые выстреливать, но, тем не менее, последнее время немножко идет на спад. Вот, тенденция продвижения в этой площадке, связано это с огромнейшей конкуренцией, в первую очередь, потому что, ну, каждый второй, наверное, артист продвигается ВКонтакте. Вот, от этого, соответственно, растет и дорожает стоимость рекламы, потому что там тот же самый таргет, он работает по методу аукциона. Когда произошло такое, что ушел Инстаграм как рекламный инструмент, как Ютуб как рекламный инструмент, то есть там таргет, трафик просто обрезали в России, очень большой напор рекламодателей пришел ВК, и несмотря на то, что это люди даже не связанные с музыкой, это просто какие-то бизнесы, какие-то там товары продают, услуги продают, но, тем не менее, они занимают место вот в рекламном аукционе, отчего стоимости очень сильно выросли. Не нужно, точнее, рассматривать ВК как основную площадку, нужно мыслить более комплексно, вот, задействовать другие хорошие вещи, там, например, ТикТок, но о нем мы дойдем дальше, да? Давай про ВК, про инструменты рабочие. Если про ВК, да, про инструменты, то есть самый первый инструмент это был посев, вот, это просто размещение в пабликах, в принципе, он остался, но сейчас он не работает так хорошо, как работал раньше, и набор пабликов очень-очень сильно сузился. Почему это не работает? А потому что самая, смотри, ключевая конверсия, которая оценивает то, как вообще заходит, либо не заходит, паблик, там, пост тот или иной, это сколько людей добавило песню к себе с этого поста. И несмотря на то, что в некоторых пабликах ты покупаешь посты, не набирают большие охваты, там, кучу лайков, там, сохранение комментариев, но конверсия в добавление в аудио маленькая, вот, поэтому для продвижения музыки сейчас этот инструмент не очень хорошо использовать, использовать, ну, точнее, его нельзя использовать как основной, там, в рамках комплексного какого-то промо имеет место быть, чуть-чуть докупить посевов, там, на 10, максимум 20 тысяч рублей. И то это музыкальные какие-то паблики, паблики с целевой прям нужной аудиторией, там, русская музыка, например, есть паблик, да, 6 тысяч рублей, это стоит пост, больше имиджевая история, потому что если размещать там ноунейм какого-то артиста, ну, максимум 200-300 добавлений с этого получишь. А родной звук? Родной звук хороший паблик, но он больше подходит для рока, для таких больше, более взрослых композиций, а рок не самый, на самом деле, сейчас востребованный жанр для продвижения, хотя его становится все больше и больше и больше, вот, но его продвигать сложно, особенно в ВК, вот. Про рок мы можем отдельно поговорить, это, там, другие площадки для него более подходят, вот, ВК это больше поп, рэп, направление артистов, то есть, вот, 80%, мне кажется, артистов, которые в ВК что-то делают, это либо поп, либо рэп, вот, и для них, в принципе, эта площадка имеет место быть. Так вот, посевы, да, по пабликам, сейчас мы понимаем, что, ну, максимум, там, 10-20 тысяч на это вот можно тратить эффективно, а все остальное выше просто, ну, так себе будет. Помнишь, был случай, ты меня рассказал, что был какой-то паблик с астрологией или что-то, и там заходило очень хорошо. Да, да, есть, вот, я же говорю, есть ряд, узкий спектр пабликов, где есть смысл покупать рекламу, и вот, да, был паблик астрология серии, там, за тысячу рублей можно было купить пост и получить, там, 1500-2000 добавлений, вот, это, это прикольно было, там, охваты более 100 тысяч набирали, очень нативно интегрировался контент, сейчас это набирает, но не так хорошо, как раньше, ну, то есть за тысячу рублей, ну, можно там до тысячи добавлений собрать, ну, если трек людям будет плюс-минус тратиться, вот, и таких пабликов, к сожалению, немного, вот, но они есть, но этими пабликами не ограничена рекламная кампания, потому что нужно же еще как-то расширять и делать что-то дальше. Второе направление посевов появилось, когда ВКонтакте появились плейлисты, авторские, когда вот люди создавали плейлисты, когда они в эти плейлисты добавляли, там, популярные треки, они росли за счет этого, продвигались, там, по рекомендациям, собрали какую-то аудиторию, и теперь эти владельцы плейлистов продают места в этих плейлистах. Тоже был бум, когда это вот только-только началось, это 2020-19 год, тогда это работало офигенно, ну, типа, из серии качали плейлисты, качали их через сториз, через посевы на стенах, просто, ну, в общем, рассылками, по-разному двигали плейлисты, и потратив там, грубо говоря, 30 тысяч рублей, можно было 150 тысяч прослушек получить. Вот, это вот когда только-только это все зарождалось. Конечно же, прошло время, наплыв сразу спрос, сразу все хотят, куча треков, куча говнотреков, и, соответственно, плейлисты уже работают не так хорошо, как работали, потому что музыка там хреновая стала в этих плейлистах, и аудитории просто неинтересно. То есть задача больше продать, чем соблюдать, как бы, качество его? Да, 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 есть буквально, я знаю, плейлистов максимум штук 10, которые придерживаются вот этого вот уровня качественности, скажем так, треков, вот, которые не ставят всякое говно, и у них там размещение стоит там от 3 до 5 тысяч, но это дает свой выхлоп, то есть там средняя стоимость за добавление в дистанции двух недель, вот с таких рабочих плейлистов может выходить 1-2 рубля, что хорошо, тем более, ну, на текущий период времени. Подожди, ты упомянул про стоимость, то, что нас могут смотреть люди, которые про это вообще не знают, а ты говоришь, что есть стоимость какая-то по добавлению, то есть ты можешь про это рассказать? Про стоимость за добавление, то есть это тот показатель конверсии, который мы в свое время определили как самый ключевой, который имеет отношение к продвижению музыки именно, и мы разработали софт, который отображает, типа, сколько твой трек добавила в аудио с определенного плейлиста, либо там из определенного поста, либо с таргета, ну, то есть из любого источника можно смотреть, сколько добавила в аудио. И это открыло глаза на многие вещи, то есть я, когда тестирую всякие инструменты, ну, вот, я люблю тестировать все это дело на своем творчестве. И у меня был период, когда я закупил все, что можно было закупить, то есть это паблики там в сетку на 150 тысяч, плейлистов в сетку на 120 тысяч, то есть огромные-огромные. Сидел и смотрел потом, что работает, что говно, вот, и то, что рабочие, как бы, как вот бриллиантик, это все отложил, и теперь только работаем с ними, потому что очень много херни, когда тебе пишут в личку, присылают, предлагают разместиться в каких-то плейлистах, предлагают тебе сетку, скидывают сетку плейлистов, там куча, вроде, смотришь много плейлистов, вроде они большие, ну, это все херня. Ну, как реагировать людям, то есть им сразу в блок таких людей? Не, вообще, как бы, тут от человека зависит, бывает просто, ну, кто-то лояльные цены предлагает, там, за сетку, например, там, ну, пару тысяч рублей, там, за, например, там, 20-30 плейлистов имеет смысл разместиться, там, посмотреть потом, как это даст выхлоп в студии, ну, то есть, ну, не жалко эти деньги потерять, но когда предлагают, например, там, за 50 тысяч сетку плейлистов, много, сразу нужно понимать, что нету столько плейлистов на такую сумму, чтобы, вот, сделать рекламу эффективно, то есть, как правило, там будет несколько плейлистов, как вагоны, главный топ, а остальные просто до кучи, короче, для количества, поэтому нужно, ну, как бы, очень аккуратно к этому подходить, и вот, ну, например, там, владельцы плейлистов, с которыми мы работаем, сейчас, это те люди, которых мы отобрали в процессе вот всего вот этого анализа огромного, который пришел сделать. Пробой ошибок, да? Да, да, да. Слушай, ну, пока мы недалеко не ушли от плейлистов, сейчас же новые правила, насколько я знаю, ВК, то, что сейчас вроде бы как будут санкции вводить, в смысле, санкции как штрафовать. Да, есть такое. Правообладатели, которые, ну, соответственно, дистрибьюторов, которые, или лейблы, которые выпускают музыку, в которых есть накрутки, и тут получается, что мы сталкиваемся с вопросом, что если к нам приходит сетка, то как мы будем уверены в том, что эта сетка не накручивает прослушивание? Вообще, очень хороший, на самом деле, вопрос, потому что отдавая трек какому-то там рекламщику в плейлисты, и ты не можешь точно быть уверенным, что на эти плейлисты не идет какой-то трафик, типа, сторонний, типа, вот. Вот, и уже были случаи, когда артистам прилетали, типа, вот претензии, то, что они фродят прослушивание, накручивают, то бишь, а они сами того не понимают, то есть откуда. А эти же плейлисты, они формируются просто из разных треков, то есть кучу разных артистов, разных правообладателей, и, к сожалению, пока, ну, непонятно, как это контролировать, но я со своей стороны не понимаю ВК-площадку, почему бы им не пофиксить вот эту дыру, благодаря которой это происходит, вместо того, чтобы штрафовать всех подряд. Ну, это неправильно, потому что, по сути, ничего не мешает, знаешь, по-любому, там, типа, артисту прийти и целенаправленно нафигачить прослушивание. Ну, типа, вот, просто, типа, ну, допустим, навредить кому-то ты хочешь, но ты можешь это сделать абсолютно легко любому человеку. И получается, ты это сделаешь, а другой человек за это будет получать штраф. Это какая-то неправильная логика, вот, будем надеяться, что это пофиксит, ну, как-то по-другому. Потому что, ну, такими мерами это не решится точно. Ну, я не знаю, в общем, Spotify почему-то не может до сих пор решить этот вопрос. У тебя давно же на рынке, они все время страдают от этого, что до 3% рода идет. Страдают, да. Они очень много несут убыток, убытков в этом всем, и не только Spotify. Да, если там общий пул Ройл, где сейчас вроде бы 40 миллиардов долларов, и 3%, ну, представляете, да, там идет просто это, мошенники забирают эти деньги. Да, это жестко, но на самом деле ребята делают целые фермы для того, чтобы это делать. И есть такие, кто относится к этому как к основной своей работе. Ну, то есть у них прям реально фермы, там устройства, там телефоны, компы, то есть вот реально, и это все постоянно слушают, слушают, слушают. Ну, вот это действительно приносит бабки, но это такая себе схема. Как себя обезопасить? Может, у тебя есть совет, вот с точки зрения плейлиста? Ну, вот если мы берем плейлист, потому что понятно, что это может быть плейлист однонепка, там создали, накрутили там миллион прослушиваний, а мы же, ну, вот как мы видим цифру, и видим картинку, да, и есть треки в плейлисте. То есть вот, ну, например, мы можем посмотреть, сколько плейлист добавило к себе в аудиозапись. У вас есть какой-то ОКО? ОКО, все видящее, да, есть такая тема у нас, и мы можем определять, то есть, во-первых, можем определять, сколько плейлист добавило к себе, и понимать вообще, насколько он популярен. А потому что, если плейлист добавлен у людей, когда в него попадают новинки, эти люди могут там зайти к себе в аудио и там послушать все эти новинки, то есть это очень прикольно, нативно и классно. Плюс эти плейлисты могут попадать в рекомендации, да, в раздел для вас. Вот, тоже есть такая фишечка, можно создать у себя на странице плейлист, добавить туда кучу треков известных исполнителей, именно известных, и аккуратненько себя туда впендюрить, вот. И, соответственно, там чуть-чуть поскидывать этот плейлист в комменты музыкальных пабликов где-нибудь, чтобы это как-то начало мелькать. И за счет того, что в этом плейлисте будут известные артисты, другие люди, которые слушают этих известных артистов, у себя на странице в разделе для вас, там, если полистать, там есть плейлист для вас, плейлист дня, плейлист недели, короче, много плейлистов рекомендационных, то ваш плейлист может попадать туда, туда будет идти трафик других слушателей, то есть за счет других популярных артистов они будут их там видеть, и среди этих треков будет ваш трек, то есть и тем самым вы будете получать прослушивание, то есть это относительно бесплатно. Ну, не, ну, хорошие, мне кажется, рабочие инструменты. Да, просто если как бы заморочиться в этом направлении, глубже там подумать, пойти, можно же не один плейлист создать, можно там десяток, можно пятьдесят. Ну да, то есть взять свой жанр какой-то, и в этом жанре, допустим, сделать... Все верно, все верно, да, и тем самым можно вот эти плейлисты продвигать, можно такими чуть-чуть серенькими способами, там, серии спама, да, то есть, ну, чтобы не ручками, например, плейлист в комменты скидывать в музыкальные группы, а можно там программой, например, это сделать, и у тебя он будет постоянно спамиться, то есть по постам, то есть можно какой-нибудь паблик музыка, например, взять, автомониторинг поставить его, только выходит новый пост, сразу в комменты ему плейлисты, короче. Круто, круто, и получается, вы таким занимаетесь? Ну, лично мы не занимаемся таким, потому что это такая, ну, слишком замороченная история, вот, но есть для этого инструменты, чтобы этим заниматься в целом. Понятно, я так понимаю, что это какие-то аккаунты однодневки, которые потом блокируются за спам, наверное, да? Могут, да, то есть тут риск такой, что аккаунты, как раз-таки, на которых это все дело создается, они как расходное пушечное мясо. Вот, если ты начинаешь спамить именно софтом, то очень велик риск, что заблокируют. Если ты ручками это аккуратненько делаешь, если, например, со своей личной страницы, то тебя никогда не забанят, а даже если забанят, то ты сможешь восстановить свою страницу. Вот, поэтому самый оптимальный вариант, это у себя в аудиозаписях создать 5 плейлистов, напичкать их известными артистами в твоем жанре, нативно, аккуратненько вставить один-два своих трека и потихонечку их продвигать. То есть это будет очень классный бесплатный такой ресурс, который будет давать трафик просто в будущем. Да, еще у нас же есть статус официального куратора, может получить пользователь. То есть ты про это что-то знаешь? Вот, кстати, не вникал в эту тему, я просто видел эти плейлисты кураторские, которые стоят на витрине, подчекал, сколько оттуда добавляют треки, вот, подрастроился и даже не стал интересоваться дальше. Да, ну, мы просто сделали, у меня сообщество по тех, как в музыке, рекорд лейбл, в общем, мы получили статус официального куратора за, наверное, уже год прошел, наверное, где-то у нас 10 тысяч прослушаем, представляете? Вот, а? Мы на витрине, ну, понятно, что жанр узкий, он даже не самый популярный в электронной музыке в России, как бы там 5-10, как бы, да, ну вот, зато и статус, зато мы на витрине. По поводу витрины, я так скажу, получаю, ну, огромное количество разных плейлистов для разных артистов. Могу сказать, ну, с уверенностью в 101%, что работают только новинки. Это вот главная витрина. А, это мы говорим про официальную плейлисты. Про витрину, да, про официальную плейлисты, именно про вот витрину, вот эту их основную. Работают только новинки, потому что остальные плейлисты, вот даже если тебя добавили в каких-нибудь 5 таких вот редакционных плейлистов, даже там, если дали обложку, вот, например, как мне на последний релиз, это дало за сутки 600 прослушиваний. Уф, 600, это еще с учетом того, что у меня люди какие-то там в группе, мы послушали такой органический трафик, ну, то есть вообще ни о чем. Поэтому это больше имиджевая история. Не, ну, как ни о чем, с другой стороны, для человека, у которого первый релиз, там, ну, не знаю, второй, третий, у него не было вообще ничего. То есть для него это x600, там, к примеру, да? Ну, да. В этом плане, да, в этом плане, да. Вот, но тем не менее, ну, не стоит так молиться на эти плейлисты, как многие артисты это делают и их, типа, благословляют, типа, о, плейлисты мы сейчас станем популярными. Нет, такого не будет. Это просто приятный бонус. То, что ты вот, ну, то, что тебя заметила редакция, одобрила твой директ, типа, разместила, значит, посчитала его перспективным. Вот, это, да, прикольно, но в плане эффективности прироста вот слушателей особо не стоит ждать каких-то, ну, наплывов. Вот, единственная площадка плейлисты, которые работают и дают профит от Яндекс, это Спотик, вот. А ВК, к сожалению, нет. Да, но я просто от себя хотел добавить по поводу попадания в плейлисты. Допустим, вот я сотрудничаю сейчас со звуком, ну, так, мы делаем мероприятия, и вот они конкретно, у них есть упор на фрешманов, сейчас есть сетка плейлистов, которые созданы для фрешманов, и, собственно, они тем самым говорят, вот, пичьте к нам, то есть, вы попадаете в плейлисты, у вас есть возможность, соответственно, люди могут пичить, попадают в плейлисты, а что дальше? А дальше они, как бы, этих ребят уже ставят на карандаш, условно, заследят, смотрят, они могут на фестиваль пригласить, или там на подкаст, там, или еще куда-то. Вот, поэтому это, как бы, хорошая штука в любом случае, и это, она же бесплатная, по сути, да, часто? Ну да, еще прикольно то, что в звуках они хотя бы платят хорошо, ну, типа, там тебя могут разместить в пару плейлистов, ты там соберешь 5000 прослушиваний, и ты уже заработаешь там 3500 рублей плюс-минус. А с нуля, как бы, это, ну, нормально, особенно для ноунеймов. Конечно, да. Вот, чтобы ВК заработать, там, например, 3500 рублей, это тебе нужно, ну, прослушивание 1100, наверное, чтобы тебе было, да? Ну да, именно вот этих бесплатных, поэтому звук, прикольная площадка, мне очень нравится, как они платят, но пока что, мне кажется, аудиторию малого от этого. Слушай, ну, по какой-то крайней аналитике, которая была, у них самый был высокий рост именно в процентах слушателей среди всех стримингов, которые у нас есть, ну, плюс там, видишь, еще получается, что они не продаются отдельно, как они продаются только в рамках Сберпрайм. Да, получается... Эти музыку нельзя без подписки слушать? Да, нельзя без подписки, соответственно, это, ну, там есть подписка, там, условно, промо-подписка за 1 рубль, там, первый месяц, и так далее, да, ну, там не будет таких отчислений, как бы, да, вот. И я так думаю, что из-за того, что все, многие могут получать Сберпрайм, как не за Яндекс Плюс, к примеру, да, они не могут и не слушать музыку, и поэтому полденег большой, стримов не так много, и поэтому стоимость стрима на и высокая. Кстати, ПВК интересная темка, вот, по касательно, ну, вот, там, типа, слушает человек в приложении ВК-музыка, либо слушает человек в веб-версии сайта, либо слушает с мобильной версии, ну, типа, в официальном приложении, то есть, ну, точнее, официальном приложении ВК, а не ВК-музыка. И везде разные стоимости. И вот, если говорить про то, как платит ВК за прослушивание именно в приложении ВК-музыка, вот, в отдельном приложении, то там очень вкусные эти ставки, на самом деле. Где-то за 100 тысяч прослушиваний выходит тысяч, наверное, 35 рублей. Оу. Да. Да, вот. На самом деле, не у всех агрегаторов и дистрибьюторов есть такая разбивка. Вот, это я увидел, когда с ВК-рекордс, я же выпускал свой альбом, вот, и у них как раз-таки в отчетах есть детализация, именно кто слушает в приложении. По платформе. По платформам. И кто слушает вот в просто обычной версии. И суммы разные. Ну, слушают, конечно, гораздо меньше в приложении, чем в версии сайта. Вот, но, тем не менее, это прикольно. То есть, ну, здесь сразу возникает вопрос, а как привлечь внимание людей, которые в приложении пользуются? Да, хороший вопрос, никак. Все, тогда мы популялись, поговорили, да. Ну, действительно, такой разбивки я не убили, не видел, не узлом. Я не видел, что у них есть просто... Есть платные и бесплатные. Платные, да. Да, ну, прикольно в целом, да. Тоже развиваются, на самом деле, пока они стоят на месте. Давай вернемся к посевам. То есть, у нас посеву в пабликах. Посевы в пабликах, посевы в плейлистах. То есть, это два основных посевных инструмента, которые вот есть в ВКонтакте. Ну, работает, то есть, проще он может пользоваться. До сих пор имеет место быть, да, применять сейчас, особенно в рамках каких-то комплексных рекламных компаний. Вот. Следующий инструмент, пожалуй, основной, это таргетированная реклама. То есть, для чего она в первую очередь создана. Раньше, в 2018-2020 году, она неплохо работала на конверсию в подписчиков группы. То есть, когда было время, когда вот только-только появились на рынке сниппеты, когда их еще никто не делал, и когда вот артисты начали их делать, и запускать вот эти сниппеты ВКонтакте с кнопкой «Подписаться на группу», то есть, которая вот в ленте видит человека, и в один клик становится подписчиком, это тогда работало. Типа подписчики могли там до 10 рублей выходить за штуку. То есть, это считалось нормальной ценой. Там у многих по 3, по 4, по 5 было. Вот. А сейчас такая история дает подписчиков от 15 рублей и выше, даже если это какой-то известный артист, и даже если ты таргетируешь это на целевую аудиторию. Поэтому сейчас таргет — это тот инструмент, который в первую очередь позволяет нащупать целевую аудиторию, кто будет слушать именно твою музыку посредством тестирования огромного количества разных сегментов. То есть, слушателей других артистов, людей из каких-то пабликов, то есть, людей разбитых на пол, на возраст, на какие-то интересы. То есть, да, вот максимально раздробить. То есть, задача таргета — это создать кучу-кучу-кучу-кучу разных аудиторий, пощупать каждую, посмотреть, как она реагирует на трек, и потом при необходимости эту аудиторию масштабировать и работать с ней дальше. Ну, а плохую, наоборот, исключать из рекламного показа. И вот первый самый вот этот момент применения таргета — это как раз-таки нащупывание своей целевой аудитории. То есть, это вот самое основное. Потом ее масштабирование. Для артистов более, скажем, известных, да, у которых есть аудитория, то таргет является тем инструментом, которым, с помощью которого, в первую очередь, эту аудиторию можно оповестить о том, что вот у них вышел релиз. Потому что не все фанаты, не все люди, не все слушатели какого-то артиста там в первый день релиза узнают о том, что трек состоялся и вышел. Поэтому у крупников обычно таргет — это тот инструмент, который сразу в первый день запускается вот на всю свою целевую аудиторию и продвигается именно на ЦА для того, чтобы ее оповестить. И, ну, как правило, чаще всего это делают на релизные посты, которые вот создаются в группе. Подожди секунду, а про ЦА поговорим. То есть ЦА — это те, кто подписаны и кто слушал музыку? ЦА — это те, кто слушал музыку, кто добавлял музыку, кто выкладывал музыку на стену, те, кто является подписчиками паблика. То есть вся целевая, околоцелевая аудитория собирается вот в одну базу и на нее запускается. Ну, те, у которых, условно, было касание. Да, уже позитивное касание, да, уже с предыдущим творчеством артиста. И также у популярных артистов, как и у начинающих, начинается этап поиска новой аудитории. То есть это всегда идет. Нет такого, что там новый даже состоявшийся артист запускает только там таргет на свою аудиторию и при этом не работает над ее расширением, да. Вот. Но, к сожалению, в последнее время тенденция идет на спад именно вот работы ВК, и таргет сильно подорожал, да. Это в первую очередь связано с наплывом рекламодателей. И музыки очень много стало, то есть и очень много однотипной музыки стало. То есть слушателям уже просто неинтересно становится потихонечку. Поэтому артисты, новички, в первую очередь запускают таргет на разную аудиторию с целью протестировать, найти какие-то потенциальные сегменты. Ну и только лишь один из 15 примерно треков показывает плюс-минус какой-то потенциал к дальнейшему росту. А потенциал в чем выражается? Потенциал выражается в количестве и объеме аудитории, которая дает определенную конверсию за стоимость добавления. То есть, например, если мы создаем там, скажем, 200 аудиторий, точнее 200 сегментов на разные аудитории, и дальше мы смотрим на конверсию в добавление. То есть, если, например, это какой-то стандартный поп-трек такой, ну поп-рэп-трек, да, то приемлемость сейчас стоимостью, с которой можно работать, именно вот взращивать дальше, скажем, базу, да, артисту, это там 12-15 рублей, это самый-самый предел. Вот. Чартовая… Верхний, ты имеешь в виду? Да, верхний предел, да. Хорошая конверсия — это от там 5 до 10. То есть, если мы видим сегменты, которые дают такую конверсию, с ними можно работать для того, чтобы взращивать артисту базу, чтобы эта база копилась, 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 и каждый последующий трек будет все проще и проще, проще. Если мы видим, что ряд сегментов дает по 3-4 рубля конверсию, да, в добавлении в аудио, если объем этой аудитории, вот, пользователей, которые дают такую конверсию, хотя бы там составляет, ну, скажем, ну, 1500, то можно попробовать вывести песню в чарт. То есть, максимально масштабировав и усилив таргет вот на вот эти вот как раз-таки все рабочие точки. Вопрос сразу. Можно ли так делать с музыкой, которая уже вышла? Ну, а не только новинки. Конечно. Вконтакте такая площадка, что абсолютно никак не влияет срок выхода песни на ее взаимодействие с рекламой. То есть, песня может там быть выпущена, какое-то время лежать, 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 а потом, бац, ты начал с ней работать, она начала показывать потенциал, и ты ее хоп и разматываешь, и она выходит в чарту. Так, ну, что тогда с точки зрения релизного дня и то, что таргетолог просыпается в 12 ночи, точнее, не спит до 12 ночи? Не, я вообще не понимаю этого, когда новички, особенно ноунеймы, просят, чтобы вот в 0000 был релизный пост, и чтобы в 0000 уже был поставлен таргет и начинал таргет керачить в ночь. То есть, тут важно понять, ну, то есть, если у артиста ограниченный бюджет, ну, а, например, бюджет на таргет, ну, может быть, ограничен там 10-20 тысячами рублей. То есть, какие самые такие вот инсайдики, я могу сказать, которые улучшат, да, эффективность рекламной кампании? Первое, это не делать рекламу в пятницу, потому что в пятницу стоимость рекламного аукциона повышается в несколько раз за счет крупных релизов, а то, что крупные релизы выпускают, ну, там, лейблы, крупные кампании, они начинают вливать сразу кучу денег, и они доносят этот материал до целевой аудитории артиста. Ну, то есть, ты с этим все равно конкурировать вынужден. Поэтому они делают лучшую рекламу в пятницу. Лучшие дни для рекламы ноунейм-исполнителя – это вторник, среда, четверг. Вот, это первый момент. Второй момент – это отключать в целом из рекламного показа Москву и Питер, потому что Москва и Питер – это те люди, где самые дорогие рекламодатели, самая дорогая аудитория, которая сжирает вашу стоимость и делает рекламу дороже. Третий момент – это ставить надстройку, что рекламу будут видеть люди, у которых потенциально есть подписка на музыку. То есть, это что нам дает? Это, во-первых, более качественный трафик, во-вторых, это больше приносит монетизацию. В-третьих, человек, когда видит в ленте рекламу, там, видит ваш трек, включает его, он не встречает в нем рекламу. А когда… А там разы будет, если бы… У людей, у которых нет подписки на музыку, когда они видят там рекламный пост с треком, они включают этот трек, и перед тем, как трек воспроизведется, они еще слушают рекламную вставку. Но не все, то есть, там, если у них есть лимит, там, типа, ты раз слушаешь, три раза, безусловно. Ну, да, да, да. А что-то в этом, типа, ну, они могут попасть? Они могут попасть, конечно, то есть, они могут попасть на рекламу, это слишком отталкивает, короче, аудиторию, и из-за этого ухудшается конверсия. Я просто себя сейчас выдал, но я просто реально никогда не слушал, не смотрел рекламное объявление, никогда не запускал оттуда на треке. Да, то есть, я не знал. Да, вот есть, да, это немножко усугубляет, даже не немножко, а сильно усугубляет конверсию. Что сделать тогда, чтобы, вот, что надо, какую настройку сделать, чтобы показывать только для… В рекламном кабинете в приложениях поставить подписку на музыку, вот, скриншот покажем здесь. Окей, окей, круто. Давай чарты поговорим, да? Мы в прошлом видео, кстати, про него говорили, но ладно, здесь тоже повторимся. Сколько сейчас денег нужно, чтобы… Вот мы понимаем, что 3-4 рубля, вот сколько денег надо, чтобы в чарте? 300-500 тысяч рублей, вот. И причем даже если это артисты известные, то есть, все равно такие суммы нужно вкладывать. С чартом такая история, что тоже ведь очень сильно зависит качество аудитории, которая слушает, да? И, например, если мы смотрим там по ВК-студии, то есть, да, например, может быть такое, что у тебя в ВК-студии там из серии 50 тысяч уников в день, но эти уники слушают трек по несколько раз, потому что он им нравится, и это дает, например, там под 100 тысяч стримов. То есть, с такими стримами ты уже будешь в сотке. Вот сейчас порог там 80 примерно тысяч, именно не слушателей, а именно прослушиваний, да. У разного жанра разная аудитория, то есть, у артистов, которые делают жанр, рассчитанный на малолеток, да, на малолетнюю аудиторию, на младших ребят, у них у большинства не будет подписки на музыку, а, соответственно, когда у тебя нет подписки на музыку, твои стримы меньше ценятся для чартов, вот, когда слушают люди там, например, повзрослее, более такие уже ребята осознанные, кто готов там платить эти там сколько, 169 рублей в месяц за то, чтобы нормально, комфортно слушать, от этого стримы будут цениться больше, ты будешь в чарте выше. То есть, если, например, у тебя будет в сутки там, скажем, 100 тысяч бесплатных стримов вообще без подписок, наверное, ты будешь, ну, на грани где-то там в топ-100, может, в топ-120, а если у тебя будет хотя бы там 30 тысяч прослушиваний, вот все они 100% будут с подписками, ты уже будешь в сутки. А, серьезно? Да, то есть, очень ценные показатели это наличие подписки у слушателя. То есть, поэтому там, а Насти у нас в топе, да. У нее очень взрослого аудитория. Ну, наверное, поэтому я просто... Да, это логично, на самом деле, так и есть. 300-500, но при этом у нас границ нет, да, то есть... Чтобы вообще грамотно это распорядиться таким бюджетом, если есть, например, необходимость, там, вот кто-то хочет в чарте, то без предварительных этапов, там, тестирования все равно это невозможно. Представим такую ситуацию, к примеру, вот к тебе наверняка тоже приходили клиенты, которые куча денег, давайте, поехали, да. Но при этом люди, у которых куча денег, они хотят вернуть потом эти деньги, чтобы они просто не сгорели, то как бы ты в таком случае вот посоветовал, допустим, человек надеяться окупить это. То есть, здесь какие здесь есть вещи? Ну, ты в каком случае, во-первых, это окупится. То есть, да, можно вложить там 500 тысяч рублей, попасть в чарт, на следующий день вылететь из него, а потом вот так вот линия стримов просто пойдет вниз, и все, там тебя будут слушать пару десятков тысяч в день, как бы это тебе слабо повлияет на монетизацию. Нужно делать прогнозы так и стараться вкладывать деньги таким образом, если ты понимаешь, что у трека есть органика. То есть, ты вложил какую-то сумму, у тебя определенное количество слушателей собралось, и эти слушатели продолжают слушать трек каждый день. То есть, ты попал, например, в чарт, да, вот 100 тысяч у тебя собралось, там прослушек, и все, и каждый день у тебя держится там 100, там может 90, 95, окей, там 80, не сильное падение. И, короче, когда видно, что это держится, то есть без дополнительных рекламных затрат. А когда ты вкладываешь деньги для того, чтобы находиться в чарте, и постоянно подпитываешь бюджетом свое нахождение в чарте, это абсолютно невыгодная история, это не окупится, ты потратишь кучу денег. Вот, максимально, я видел, сколько вот вкладывалось, это 25 миллионов вкладывали, представляешь, в таргет ВК, чтобы недельку находиться в чарте. Жесть, это нерационально. Вот, поэтому навсегда нужно грамотно к этому подходить, и если ты сделал тест, и видишь прогнозы, и статистика говорит о том, что да, вот этот трек перспективен, его готовы люди переслушивать и слушать, а этот ты можешь определить, поняв соотношение уников по ВК-студии с прослушками, например, общими, да, у дистрибьютора, и понять, отследить пару дней, нужно остановить рекламу перед рывком в чарте, посмотреть, как держится график. Если график там хотя бы теряет там 10%, это уместно. Ну, слушатели. Да, слушатели. Вот, если он без рекламы резко начинает падать, проседает на процентов 30, то нет смысла в этот трек вкидывать дальше деньги, потому что это будет чарт за деньги, как бы, да, и ты вложишь, ты войдешь, но потом ты вылетишь, как бы, и такие суммы ты будешь очень-очень долго окупать. Вот она, суровая, суровая правда, ребята, берегите свои деньги. Да, я вложил миллион рублей вот в свой трек «Что говорят карты тары», оригинал, когда у нас вышел альбом, и мне как раз-таки было интересно вот все инструменты еще раз освежить, все проверить на себе, перепроверить, что говно, что не говно. Но, да, мы там вошли в локальные чарты очень высоко, в Беларуси были там в топ-2, но именно в СНГшный чарт мы дошли только до 111-го места. Да. Я вливал, 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 я понимал, что это не рационально, я всем артистам говорю, типа, давайте тратить рациональный бюджет, но, бля, сам как артист, я просто, ну, мне срывают башню, короче, и поехали, на-на-на-на-на-на. Вот, ну, зато я очень получил хороший урок, понял, что работает, что не работает, потом у меня вышел ремикс на этот трек, ремикс разъебал. Вот, он зашел чарт? В топ-100 СНГ еще пока что не зашел, он сейчас идет, то есть, динамика вот такая, но это уже благодаря другим площадкам, благодаря ТикТоку, вот, о котором отдельно можно... Да, мы сейчас поговорим, да, и другим площадкам, то есть, самый главный момент осознания и инсайт, который я словил, то, что ВК больше не является главной площадкой для продвижения музыки. Это мы, я прям, чувство, вырежем в этот сон. Нет, ну, тут нам все входит в истории, но я хотел сказать, что можно, да, прям, сделать нарезки, и, короче, в начале, типа, видоса, типа, вставить такие самые провокационные. Да, мы так и сделаем. Последнее, что провокационные, скажем, это вот если начинающий артист, ну, в плане начинающий, но понятно, что вы можете, там, вам может быть, не знаю, сколько угодно лет, но в плане вы карьеру начали, ну, недавно начали, там, вторая, первая, вторая, третья, четвертая песня. Как лучше выстраивать стратегию ВКонтакте, и, сужу вопрос, на подписчиков или на стримы на треке? На стримы. Вот, я думаю, что ответ будет другой, поясни, пожалуйста. Ну, не то, что на стримы, как таковые, а именно на целевых слушателей, имею в виду. Ну, понятно. Вот, чтобы люди, вместо того, чтобы подписаться к тебе на паблик, добавили твою песню к тебе в аутюзаписи. Объясню, почему. Потому что средняя конверсия стоимости за подписчика, там, 15 рублей и выше. И люди там подписываются на паблик, да, и они, даже многие потом забывают, что они подписались на этот паблик. Ну, да. Лишь 10% людей от подписчиков видят какие-то новые посты, то есть там сейчас рекомендация все решает. Представь, сколько контента в ленте от разных сообществ, на которые подписаны люди. Это нереально все отслеживать. Поэтому, когда ты сначала делаешь первое касание с человеком, который зацепил твою музыку, добавил твою музыку к себе в аутюзаписи, то есть он уже с твоим творчеством знаком, потом уже вторым касанием ты можешь этого человека превращать в подписчик. То есть именно на него он устраивает рекламу. Когда ты изначально начинаешь выстраивать стратегию рекламы так, что ты там крутишь вот эти вот промо-записи с кнопками, которые дают тебе подписку, там, с помощью сниппетов, либо еще с помощью чего. По сути, ты не позволяешь человеку сразу вот в рекламном касании послушать трек как аудиозапись, потому что это немножко другой формат рекламы. Во-вторых, они к тебе подписываются на группу, потом они в этой группе, ну, мало кто сидит, что видит, и поэтому это просто бесполезная фигня получается в итоге. Поэтому лучше взращивать именно базу слушателей, так как за счет именно базы слушателей твои треки способны продвигаться как минимум по рекомендациям. То есть люди, которые зацепились за твое творчество, добавили к себе, слушают твой трек. Другие люди, кто похож вот с теми, кто его слушает, у себя в рекомендациях начнут встречать твое творчество. Там с подписчиками такого не будет. Да, ну, тогда если на подписчиков, надо просто сделать классный контент. Если на подписчиков, нужно вести регулярно контент. То есть интересный регулярный контент в свое сообщество, то есть публиковать постоянно какие-то посты на стене, выгружать ВК-клипы, то есть вертикальный видеоконтент тоже будет влиять на развитие сообщества. Возможно, чуть-чуть делать таргет, но только на самую-самую горячую целевую аудиторию, которая с тобой уже знакома, слушала твои треки, добавила к себе. И вот именно этих людей привлекать в паблик. В этом есть смысл. Все, 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 отлично. Мы можем двигаться дальше. Я знаю, что твои подписчики очень ждут видео про TikTok. Да. Ну, давай мы пока сейчас их немножко потомим. Расскажи про YouTube, что там сейчас. YouTube. Прикольная площадка на самом деле. Тебя какой вопрос про YouTube интересует? Схему продвижения, там, как площадка по продвижению. Раньше, когда продвигались, вот если нужно было какое-то конкретное продвижение в YouTube, кому-то какой-то клип, то делалось о Google AdWords. Все прекрасно и на Россию работало, то есть, да, и как бы все класс. Разные форматы, там, и прероллы, и дискавери, короче, разным можно было двигать. Сейчас, в принципе, то же самое, только без России. Да, то есть, тоже все это можно делать. Плюс у Google появились еще новые форматы рекламы, там, реклама в Shorts, там, дополнительно, ну, всякие приколюхи. Но единственное, что мы не можем делать напрямую на Россию, но мы можем делать на весь мир, на СНГ страны с надстройкой русскоговорящие люди. Да. То есть, как это определяется, что человек русскоговорящий, это по отпечаткам его браузера. Да, да, да. Поэтому, в принципе, это сейчас применяется, да, потому что, ну, многим, особенно крупным артистам, очень важна цифра, чтобы у них была большая на клипах, там, всякие программные директора на это смотрят и так далее. Вот. Но на YouTube есть более интересные методы продвижения своей музыки. Опять-таки, далеко не для всех жанров это подходит. Вот, в основном, это про танцевальную историю, танцевальную музычку, либо ремиксы на какие-то треки, которые не зашли раньше, как у меня, например. Каким образом? То есть, масс-постинг, да, обычный, вот в YouTube, например, либо покупается, либо создается сетка каналов, позиционируется это, как, например, там, какой-нибудь music, там, типа, nice music, там, не знаю, wipe music, ну, короче, какая-нибудь музыка, типа, вот. Ну, там минимальное оформление, и все понятно. И все, что нужно делать, это начать просто регулярно заливать на эти каналы контент, постоянно. То есть, тут очень важный секрет, это стабильность залития YouTube, таким образом проверяет, насколько ты серьезно настроен. Если ты один день выложишь, потом забьешь, потом через неделю вернешься, выложишь, YouTube скажет до свидания. Если ты начнешь выкладывать в день хотя бы по 3-4 ролика, и так стабильно каждый день, наступает момент, когда видосы начинают стрелять в рекомендации. Вот, это происходит всегда. То есть, ну, нет, нет такого, чтобы что-то не стреляло. Ну, ты говоришь именно про шорс или про горизонтальные? Это сейчас про горизонтальные видео. То есть, и содержание этих видео, это могут быть вот ваш трек, например, и просто какая-нибудь картинка. Даже не обязательно с видео заморачиваться. А если хотите заморочиться с видео, вы можете через, там, какой-нибудь каибер, да, через искусственный интеллект нарисовать себе вот этот видос на весь трек. Он еще прям по трек делает, там, чтобы, и под ритм, то есть, ну, прикольно. Ну, для моспостинга, мне кажется, не очень. Ну, для моспостинга не очень. Дороговато и долго, да. Именно вот контент можно для своего канала, например, официально генерировать через каибер, если, например, там, ну, как альтернатива муд-видео какого-то, лирик-видео и так далее. Да, 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 это классная штука. А для моспостинга это просто картинки. Вот, просто картинки, просто с треками, да. Да, тем более, как бы, инструментарий позволяет поставить на поток генерацию этих видосов автоматически. То есть, ты можешь пару кнопок нажать и под твой трек там тысячи видосов сделать. Как это сделать? Это вот мы выкатим, скоро у нас на сайте опцию такую. Окей. Вот, искусственный интеллект. Моспостинг, да, ну, кстати, масспостинг это же не то, как к ютубу относятся. То есть, это и в тиктоке, и в вакоклипах тоже можно масспостить. Ну, не так эффективно, конечно, как в тиктоке. В рилс тоже офигенно. И с нуля аккаунты залетают. Ну, то есть, каждый свежесозданный аккаунт всегда получает повышенные шансы залететь в рекомендации. Вот, поэтому что делаем? Создаем аккаунты, берем креатив, короче, какой-то там, подготавливаем, заливаем со звуком и ждем. То есть, не залетает хер с ним, залетит следующий. То есть, тут как бы ничего тебе не ограничивает. Ну, ты на это как бы особо не тратишься, если ты это сам делаешь. У меня, например, просто в ремиксе моем, в тиктоке, на данный момент, вот сколько там, 40 тысяч видосов снято под звук. Самые популярные звуки сделаны с помощью мастпостинга. Это вручную создавались аккаунты. Это максимально тупые, примитивные креативы, которые состоят из переписок. Ну, якобы кто-то с кем-то переписывается. Да, сообщение, да? Людям это интересно. Они начинают смотреть, чем же закончится переписка, о чем речь. А так как они это смотрят, это сразу дает глубину просмотра. Вот, и за счет глубины просмотра это начинают заходить в рекомендации. И вот все задаются вопросом, почему, типа, там, в тиктоке где-либо еще залетают тупые креативы максимально, но сниппеты, которые артисты стараются, снимают, там, студии, свет, там, все, стиль, короче, не залетают вообще. А потому что людям неинтересно. Людям вот так вот листают все, им интересно только смотреть в то, что их может, типа, зацепить. Нет, понимаешь, если бы артист сделал бы их 100 таких сниппетов, да, может быть, один из них бы, да, выставить. А так они один делают, конечно, мы конкурируем с огромным количеством контент-мейкеров, да, и людям просто, ну, не зашел, и все, да. Конечно, да, официальные сниппеты можно, например, в тиктоке там таргетировать, да, чтобы привлекать, как бы, подписчиков к своему аккаунту, и тем самым аудиторию взращивать. Но для масс-постинга это сложно, да, то есть, ну, ты не снимешь 100 сниппетов, ну, и 100, это мало. Ну, то есть, масс-постинг это, там, тысячи, две, три и так далее. Уже сейчас у нас есть технология, которая позволяет эти креативы переписок создавать самостоятельно, то есть, с помощью искусственного интеллекта, то есть, ты написал, про что ты хочешь креатив, например, про любовь, он тебе чик-чик-чик сделал, вставил твой трек. Все, можно брать и сидеть, как бы, эти креативы размещать. То есть, ну, на данный момент это делается руками, но, как бы, сам понимаешь, что... Руками тяжко. Руками тяжко, да, и скоро будет штука, которая автоматизирует эти процессы. Очень ждем. Вот, да, поэтому нужно использовать все то, что сейчас работает. На самом деле, если говорить про то, как рынок будет меняться, да, вот, в плане продвижения, и к чему все будет сводиться, понятно, что там, когда, вот, помнишь, момент, когда TikTok только-только пришел в Россию, он еще Musicly назывался, то есть, потом он стал TikTok. Оттуда действительно, что очень много артистов выстрелило и завирусилось. А потом, типа, он из России, как бы, ушел, все под него забыли, забили, короче, и что? И все, как бы, площадка, ниша свободная, да. И почему-то, ну, не думали, что там есть другие русскоязычные слушатели, то есть, да, а слушатели, он и в Африке слушатели, поэтому, продвигаясь сейчас в TikTok, например, набирая аудиторию, там, в Беларуси, в Казахстане, там, еще в каких-то странах ближайших, мы получаем, как бы, стримы, а стримы, они толкают трек в общий, вот, котел, поэтому это очень классный сейчас инструмент, и те, кто его не использует, очень рекомендую использовать. Если есть вопрос, как выкладывать видосы в России, это Lazy Shop, просто можно скачать себе и спокойно заниматься. Ну, как раз, не знаю, вот, а по поводу просто русскоговорящей музыки, сейчас же вот у Катери Витжи, да, в 150 мира в Air Lazy Shop. Вопрос, где это заверсилось? В TikTok, мать его, в TikTok, конечно. То есть, это просто появляется интерес, откуда-то, ну, или эти люди находят русскоговорящие, или там, не русскоговорящие, они просто интересуются треком, да, ищут его, и... Там же, кстати, трек, он на английском написан, там, транскрипция, по-моему, скорее всего, да, потому что, ну, есть такая фигня, кстати, у любого дистрибьютора, в принципе, ты можешь отгрузить, чтобы в разных странах оно по-свойски, типа, называлось. Это какая-то суперэксклюзивная опция. Нет, это не суперэксклюзивная опция, это просто замороченная опция, и это делается по запросу. По запросу, да. Так она в кабинете не видел? В кабинете не видел. У одного дистрибьютора видел только альтернативное название, на другом языке можешь вставить. Это есть альтернативное. И просто к тому, что, да, русская песня, топ-50, сейчас писала 12 миллионов. Это вообще бомбом. Стримов на момент вот записи сейчас этого видео было, поэтому очень круто, вообще прям вертикальный формат видео. Это самый перспективный формат видео. То есть, ну вот объясню, допустим, представь ситуацию, ну, вполне реальная ситуация, есть артист, у него есть трек, и вот у него есть всего там 20 тысяч рублей на продвижение. Да. Вот. Вложив эти 20 тысяч рублей в продвижение ВКонтакте, да, ну, допустим, представь, что это все деньги, которые у него есть, то есть больше нет. Да. Вот вложив эти 20 тысяч рублей в продвижение, например, ВКонтакте, да, да даже если не только ВКонтакте, а еще, например, и там какую-то часть, может быть, в ТикТоке закупиться какими-то постами, там еще, может быть, там, Таргет в том же самом ТикТоке чуть-чуть сделать. Но в сухом остатке это ничего не даст в дистанции, то есть это даст какой-то вот краткосрочный типа всплеск, да, какую-то активность. И на этом все. И шанс того, что этих денег хватит на то, чтобы трек там завирусился, как-то и разошелся, там, равен 1%. Все знают, что Иманбека, Иманбека говорит, вот он там где-то разместил в каком-то паблике, и все, и Грэми. Ну вот шансов сейчас нет. Например, если эти деньги, там, 20 тысяч рублей распределить, еще, знаешь, они, артисты, хотят все максимально быстро, чтобы происходило. То есть вот у них есть трек, есть бюджет, они хотят уже вот в первую неделю, все, давайте все сделаем. Нет, ну, во-первых, нормальная рекламная кампания, она около месяца идет. Ну, то есть пока там тесты нащупают аудиторию, пока там найдется похожая, то есть масштабируются, ну, алгоритмы, то есть так работают, то есть надо время на хорошую рекламную кампанию. Все хотят быстро. И так вот, если есть максимум всего лишь 20 тысяч рублей, потратив эти 20 тысяч рублей в упор, чтобы работать с вертикальными видео и делать масс-постинг, там может кому-то заплатить человеку, который будет сидеть это делать целыми днями. Ну вот, там еще как-то их по-другому потратить, да. Эффект будет гораздо лучше, да, в долгой перспективе, чем ты эту 20-ку сольешь там за первую неделю, там куда-нибудь на ВК. Вот, меняется рынок, меняется подход. Вот, ну, пока что там 80% артистов, лейблов мыслят старыми какими-то шаблонами и пониманиями, как это должно работать. Но в 2023 году так оно не работает. Рынок, ебать, будут те, у кого будут инструментарии, которые будут позволять брать вот такие вертикальные видео и максимально их распространять по всем возможным социальным сетям. То есть, это TikTok, это Reels, это YouTube Shorts, это даже Pinterest. Китайский TikTok. Китайский, ну, вообще вот все куда угодно. То есть, вот, когда у тебя есть возможность распространять это быстро и автоматом, это будет лучший инструмент, который будет давать результаты лучше любых посевов, любых таргетов и вообще любых каких-то рекламных штук. Во-первых, это нативно. Во-вторых, это массово. За счет массовости алгоритмы могут понимать, что этот звук популярен. Когда у тебя в TikTok звук получает пометку «популярный», у тебя практически каждое видео, даже всякая херня полная попадает в рекомендации. А пометку «популярная» и, ну, алгоритмы определяют звук, то, что он популярен, за счет как раз-таки количества видосов, которые по нему публикуются за определенный период времени. И залетают ли эти видосы там куда-то в рекомендации, есть ли на них реакция. То есть, если это два факта раскладывается, это просто, ну, начинается взрыв. Пока что не все въезжают еще штуковой масс-постинг и как он будет работать. То есть, да, в будущем, а какие у него перспективы. Но я могу с уверенностью сказать, что это инструмент номер один будет. Слушай, ну, мне кажется, даже с развитием цифровых аватаров сейчас, да, это просто ты себя как бы снял, модель, там, она обычно твоему голосу, и она может, не знаю, 24 на 7 что-нибудь там генерить, эти там, не знаю, ролики, там, форсивальные, говорильные. Конечно. Продающие, не знаю, все, что угодно. Конечно. Я хочу свою вот модель сделаю, кстати, на днях. Мне интересно. Может быть, она снимет видео про TikTok. Вот, возможно, я хотел, ну, тот сервис, который осмотрел, они русским голосом еще не может модель обучить. Игена? Да, да, они еще не делают. Они делают все, как русский язык. А так был бы прикон, я хотел бы не купить этого аватара. А, то есть, подожди, там, насколько я знаю, можно русским голосом видео записать и перевести на любой язык с своим голосом. Да, но именно модель, голосовый, он не может обучить. Это было бы идеально, я тоже, я для своих роликов хотел тоже сделать, чтобы это коротко, потому что очень реалистичный был аватар, получается, и офигенно. И вот я у них узнавал, но, к сожалению, они пока еще русский не поддержат именно с точки зрения обучения. Вот, а так бы удобно, ты текстом задаешь, что тебе надо, раз там, или чат GPT подключил, и он там, не знаю, все, что там, вот. Но, кстати, давай просто поразмышляем. Я представляю, что у каждой платформы уже есть какой-то ресурс потенциалов, понятно, как ты говоришь, века появилось, там, и было удобно делать рекламу, это было дешево, это люди еще не привыкли. Но если все будут делать огромное количество моспостинга, во-первых, могут быть какие-то, наверное, ограничения от платформ, я не знаю, нагрузку, или аккаунт будет сложнее сделать, там, да, что-то в этом роде. Конечно, я тебе так скажу, вот TikTok очень сильно защищены в этом плане, потому что мы в процессе вот разработки софта для вот этого всего автоматизационного процесса столкнулись с кучей трудностей. У них там защиты просто жесть. Ну, то есть, ни на одной площадке нету таких сильных, типа, алгоритмов защиты, как в TikTok. То есть, ты шаг вправо, шаг влево, все аккаунт улетает в банк. Все очень делается сейчас таким образом, чтобы, ну, как будто ты реально человек, типа, с реального устройства, то есть, максимальная эмуляция. Понимаешь, в чем еще суть? TikTok же выплачивает деньги за снятые ролики. Да. Под звук. Вот. Представь, ты так миллион роликов наспамил. Кстати, да, это, ну, как фрод получается. Как фрод, конечно. Они с этим борются, вот, и будут бороться. Это в их интересах, поэтому алгоритмы будут еще жестче. Но любая система может быть уязвима. Как ты думаешь, вообще, роль сейчас людей, у которых есть аудитория, блогеры, она возросла сейчас? Аудитория у блогеров, это очень хорошо. Вот. И мы сейчас с моим партнером, вот со Степой НЛО, в рамках нашего лейбла, который мы открыли, уже подписали двух артистов. И это оба артиста, артистки с аудиторией как блогеры. Потому что, во-первых, мы понимаем то, что очень важен будет видеоконтент в продвижении себя как артиста. И человек, который уже умеет работать с видеоконтентом, который уже там вел какую-то свою историю как блогер, да, который умеет взаимодействовать с аудиторией, там, работать с камерой, это уже проще гораздо, ну, продвигать. Но если говорить про то, как аудитория начинает реагировать на песни, например, вот был блогер, стал артистом, не всегда аудитория воспринимает это хорошо. Поэтому бывает такое, что отворачивается аудитория, некоторые говорит, отписывается, говорит, все, я больше за тобой не буду наблюдать, типа. Но, тем не менее, самая верная аудитория, если есть у кого-то, да, там, например, у блогера, она дает толчок песням хорошей. Да, у меня, кстати, тоже работают сейчас с одним блогером, девушкой, вот, и пресейвы просто там, там, типа, 15-20 тысяч пресейвов там на ссылке. Ну, то есть это... Это очень круто. Это первые места, ну, как бы, бендельника там занимают. Я имел в виду, знаешь, даже больше в том плане, что с увеличением волны масс-постинга, то есть и все будут хотеть, как бы, становиться успешными, но те, кто достиг уже успеха на платформе, они, наверное, будут, как такие, знаешь, такие эти золотые тельцы, такие, знаешь, к которым будут и бренды приходить. Смотри, по поводу золотых тельцов. Вот есть, допустим, блогер, вот, сейчас один из методов продвижения в ТикТоке, это закупка рекламы у блогера. И если, допустим, стоит вопрос, у кого взять рекламу, у блогера, у которого, там, типа, 500 тысяч подписчиков, у одного, либо взять у десятерых, у которых, там, по 50 тысяч подписчиков. Даже похер не по 50, по 25. То гораздо выгоднее взять рекламу у десятерых, потому что, во-первых, это 10 попыток шансов залететь в рекомендации, во-вторых, это само количество публикаций больше, что позитивнее скажется на звук, и, в-третьих, цена, как бы, потому что эти золотые тельцы, так называемые, они зажрались, они цены ломят, ну, типа, жесткие, ну, такие, типа, все, мы столько за столько будем делать. Когда вот как раз-таки свое творчество тестировал, а я все тестирую в первую очередь на себе, я покупал и дорогих блогеров, и дешевых блогеров, и за 15, и за 20 тысяч, там, и за полторы, и за две. Но когда я увидел, что у меня с масс-постинга, блин, видос набирает 4,5 миллиона просмотров и 180 тысяч лайков, который сделан бесплатно, я понял, что вообще нахер они нужны. Ну, нет, конечно, они нужны, но крупных блогеров не советую брать. Там, если брать столько мелких, чтобы дать какой-то стартовый толчок звуку, брать какие-нибудь паблики, там, ну, такие мини-паблики, там, где незаломные цены. У нас есть, кстати, табличка с контактными админов, можем в описании, да, ставить. У маленьких, да, лучше взять больше маленьких, чем там одного большого, это будет гораздо выгоднее, чем все-либо. Вот, поэтому упор на, вот, во всех вертикальных, короче, сетях, этих, там, где вертикальные видео, упор нужно делать на количество. Количество, да. Вот, и на тупые креативы. Да, но если ты владелец лейбла, продюсерского центра и так далее, то аудитория важна. Я имел в виду с этой точки зрения, что артист, набрав аудиторию, он монетизируется не только за счет музыки, а потом... Безусловно, конечно. За счет клаванных интеграций. Рекламных интеграций всякие там этим... Если говорить про монетизацию артиста, это что у нас? Концерты, это стримы, это рекламные интеграции. Мерч. Мерч, да, ну и, по сути, вот четыре таких основных истории. Ну, кто-то там еще и NFT-фишки начинает выпускать, но это такая уже более современная школа, скажем так. Если продюсировал бы сейчас артиста, то на какой бы источник как бы монетизации больше всего бы ставил? На стримы, в первую очередь. В первую очередь на стримы, потому что песня, которая залетает, например, там в чарты, ну, даже в топ-5, например, чартов, и держится там, ну, квартал-2, а если она залетает в топ-5 чартов, она по-любому там держится, квартал-2-3, ну, даже в течение года она может в целом в чарте оболтаться, вот, то за год такая песня может заработать от миллиона долларов, вот, и это достаточно приятно. Как ты думаешь, артист, находясь в чарте такое количество времени, он может получить, ну, новую аудиторию, или может быть, произойти? Конечно. Просто, не, ну, я их там уже, да, он получит, потому что люди слушают, это будет целевая аудитория, на ней можно делать, потом настраивать рекламу, но отразится ли это в подписчиках, в концертах, там, и так далее? Безусловно, нахождение артиста в чарте – это определенная галочка, аргумент для организаторов концертов, то есть, кто готов его покупать и повезти в другие города, вот, безусловно, это дает рост новой аудитории, потому что многие люди, они в поисках новой музыки вообще что делают, либо заходят в новинки, там, если мы сейчас говорим про ВКонтакте, да, либо заходят в новинки, вот, смотрят топ-10, там, первых новинок, а дальше все на вечеринках, на тусовках, где-то еще в дороге, они слушают в основном чарты, вот, и поэтому, когда ты залетаешь в чарт, и постоянно циркулирует новая аудитория, старая аудитория, то есть, у тебя увеличивается в целом объем твоих слушателей, и это позитивно сказывается на всех твоих аспектах, вот, особенно, если ты на разных площадках, в чартах еще представлен, там, в Яндексе, например, в ВК и так далее, вот, из, ну, недавних кейсов, кого мы запускали, вообще не ожидали, что именно вот этот трек так разнесет, это «Три дня дождя», совместка с Моной, топ-1 Apple, топ-1 Яндекс, и до третьего места до полос ВКонтакте, вот, и это рок, это рок, вот, поэтому, а, и причем песню, это вообще последнюю в альбом, типа, ставили, вообще не хотели ее даже брать изначально, то есть, когда вот отправляли на отгрузку, ребята просто догрузили этот трек, ну, вот, и она взорвала. В общем, ну, вот, если все, и это зашло, или именно на этот сразу порву? И песня зашла, ну, типа, вышел альбом, на витрине стоял фокус-трек один, вот, а посмотрим, по статистике набирается всем другой, причем прям как снежный ком, прям растет, ракета летит, вот, мы попросили ВК поменять на витрине трек на тот, вот, они поменяли, и после этого он еще сильнее ускорился, мы в него таргет влили, Яндекс.Директ как раз-таки вот пробовали для того, чтобы на Яндекс пробовать влиять, потому что, ну, по сути, других никаких рычагов нет. И мы через Яндекс.Директ ввели трафик на мультисылку, которая включала в себя Яндекс на первом месте, Apple музыку, Сберзвук, там, ВК, и получили хорошую конверсию, на самом деле, по переходам в стриминге. Получилось где-то от 3 до 5 рублей за клик, именно на целевую площадку, это, типа, очень круто для Яндекса, вообще, это бомба, просто мы охерели. Потом я для ноунеймов тестил, там, для себя, вот, сразу начал тестить от 15, типа, и выше, вот, поэтому пока у кого есть имя, это узнаваемо, да, то есть люди сидят в Яндексе на миллионах сайтах, вот это МС, контекстно-мити на сеть узнаваемая, они кликают. Если там фигурирует какой-то ноунейм, ну, как бы, это не привлекает их внимание, либо там писать что-то провокационное, там, максимально провокационное, либо, как бы, пока что работать над тем, чтобы стать узнаваемым, а потом уже продвигаться в Яндекс.Директе. Понятно, ну, Яндекс.Директ... Директ. Директ, окей. Вот, это, я так понимаю, ну, такая свежая, сейчас свежая инструкция, ну, как, не то, что он свежий инструмент в плане музыкального продвижения. Именно для музыкального продвижения, да. Ну, то есть, ну, достаточно такой свеженький, потому что, ну, не обращали на него раньше внимания. Ну, в принципе, и справедливо, потому что, я же говорю, типа, ноунеймов особо не подвигаешь с помощью него, если только каких-то известных ребят. Да, у меня был опыт с Директом, я поставил на конверсию компанию на плейлист в Яндексе, в Яндексе, или еще Spotify, по-моему, был. В общем, там конверсия рубля на клик, вот, когда уже кликают уже на лендинге, уже кликают, когда, ну, в общем, там, как бы, подписчиков не было вообще. Ну, я так и понял, что это, может быть, там, бот-трафик был и так далее, это было просто первая компания, которая запустила. Ну, вот, кстати, прикольная тема, продвигать именно комплексные плейлисты таким образом, взращивать, потому что, когда Spotify, вот, тогда вернулся в Россию, точнее, не вернулся, а впервые пришел. Впервые пришел? Да, то есть, ну, мы сразу начали качать, там, плейлисты развивать, мы через Facebook трафик заливали, и даже через VK его пытались тоже выкачивать, люди переходили там и слушали, как бы, и подписывались. А потом, когда вот Spotify ушел, как бы пропала мотивация все это делать, и все, и забили, короче, на плейлисты Спотика. Хотя, в Спотике вот тоже, да, смотри, трек вот в ТикТоке у меня подстрелил, в Спотике около 300 тысяч прослушиваний, хотя он в России не работает. Но я смотрю, страны, которые слушают, это, типа, Германия, вроде эти, Украина, там, Беларусь и так далее, ну, то есть, там где-то все работает. И это прикольно, и алгоритмы начинают цеплять, и распространять по Discovery Weekly вот этот недельный, там, всякие радары, подары и так далее. Но вот это прикольно, прикольно. Пичить, кстати, тоже ж можно в Spotify, просто нужно это делать, вот лица другой страны, я там пичу свои драки от Беларуси, Беларусь, да, и спокойно все нормально, и поддерживаю. Либо Казахстан, Беларусь, Либо Казахстан, еще, по-моему, есть, насколько я буду. Ты еще так же выкладывал у себя в твоем телеграм-канале механику по продвижению через Одесский YouTube контент, можешь про это рассказать? Он, у меня даже, мои подписчики, они некоторые воспользовались, сейчас ждут первых отчетов, вот там и так далее. Это прикольная тема, на самом деле. Вообще, YouTube интересная площадка вот в плане рекомендаций, это, пожалуй, лучшая площадка, где лучше всего работают рекомендации, вот. И есть определенный род контента, тип контента детский. Ну вот, в чем суть? Есть ряд определенных видосов, которые стреляют практически в 80% случаев, то есть на какой-то канал бы не выложил. То есть, ну, желательно, чтобы это был не новый канал, чуть-чуть с отлежкой там какой-нибудь, и желательно с каким-то количеством подписчиков. Отлежка это, да, канал там создался давно, лежал без дела, и потом ты в него, хоп, приходишь и начинаешь с ним работать. То есть, не только что создал, а который уже был создан, ну и желательно, чтобы были подписчики. Лучше всего купить какой-нибудь канал там на тысячу подписчиков, на две, то есть они стоят недорого. До 5000 рублей можно найти хороший канал. Где покупаем? В FunPay, например, биржа. Много бирж, но FunPay самая популярная. Видосы. Ты в эти видосы, короче, вставляешь свои треки в конце. 40 секунд примерно. Начинаешь заливать эти видосы на канал. Они у тебя начинают стрелять. Когда они у тебя стреляют, ты их по кругу гоняешь. Ну, то есть льешь, 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 льешь. Там у меня ребята лили, там, 50 миллионов они делали за несколько дней просмотров, и там по 50 тысяч подписчиков у них взращивалось. Ну, от подписчиков пофиг, толку нету. Но самый прикол в том, что так как используется в этих видео твоя музыка, ты с этого зарабатываешь денежку с Content ID. Но так как это детский контент, ты зарабатываешь не так много, потому что в этих видосах не показывается реклама. С таким же успехом, то есть есть много других ниш, то есть не только детского контента, а разные там и фильмы, короче, и музыкальные там направления, там Deep House, там, Remix и так далее, на которых также можно тоже зарабатывать неплохие деньги, если это систематизировать, наладить процесс генерации контента, возрастить сетку каналов, либо купить эту сетку каналов, и самое главное стабильно, регулярно заливать туда ролики. Это прибыльная штука, ну, я знаю ребят, кто и по 5 миллионов зарабатывает, и по 10. Это тоже как полноценная работа, то есть это надо сидеть и заниматься. А если побаловаться, то вот с детским контентом можно уже. С точки зрения дистрибьютора, как ты думаешь, они могут ли сказать ай-яй-яй? Да, 80% так и говорят, то есть в основном это сервисы типа TuneCore, OneRPM и так далее, то есть ничего пока что не предъявляют за это, это обелив, там, звонка и крупные ребята, ну, потому что, по сути, ничего в этом нет, потому что твой трек используется просто в видео, видео собирает просмотры, и ты как правообладатель монетизируешь, то есть, ну, это абсолютно законно. Я просто общался, когда ты выложил это видео, вот точнее, эту инструкцию, я пообщался там с парой дистрибьюторов, и мне сказали, что это выглядит как манипуляция правилами. Это как бы не запрещено, а что не запрещено, то сам знаешь, что разрешено. Это да. Поэтому почему нет? Поэтому, ну, я просто так вот, как бы, аккуратно предупреждаю, поэтому, может быть, не свою музыку использовать, да, какой-то, какой-то купленный бит там, да, можно через искусственный интеллект сгенерировать просто и использовать. Ну, а с искусственным интеллектом сейчас будет борьба. Некоторые дистрибьюторы уже отказываются от выпуска музыки, которая была полностью сгенерирована искусственным интеллектом, поэтому тут так. Борьба, борьба. Пока есть окно возможностей, в общем. Да, 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 конечно, пока работает, надо делать. Я считаю так, вот, когда перестанет, ну, тогда и перестанет. Вот, пока есть, ну, и причем удивительно, что одни и те же видосы постоянно работают. То есть, ну, ты их просто тупо по кругу заливаешь, они набирают, 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 набирают. там даже не заморачиваешься с описанием и так далее единственное что можно под заморочиться попробовать это описание там и название видосов делать на японском потому что в японии больше всего платит за просмотр ну то есть вообще от трафика в целом от страны зависит твоя доходность то есть если ты работаешь ну россия понятно что сейчас не монетизируется у тебя может быть там сотни миллионов просмотров и 0 рублей до года целом америка хорошо приносит то есть больше всего япония великобритания и ряд других стран есть страны дешевые индия например там типа серии вот миллион просмотров но таких вот детских кицах так называемых в индии заработаешь долларов 10 наверх вот а причем в америке но 50 уже там и поинтересно да где реклама дороже да вот тоже странно я вот до сих пор не понимаю как если не показывается реклама то монетизация откуда не берут они из своего кармана получается получается за из полу рекламы извинила реклама день но при этом мы рекламу не показывается не показывается в детском контенте да и вот это вот самое я просто как это да да это интересно на самом деле вещь может быть когда-нибудь это отключат но суть в том что сейчас это работает ну да ты же помечать что для детей ставишь пометку на и на нем по любому не будет реклама да да если это было видео без пометки для детей это она бы приносила денег в 10 раз больше но при этом распространение соответственно и распространение было бы не такое да то есть там какие-то специальные у них алгоритмы типа которые вот рекомендации пушат постоянно мне кажется одним и тем же детям и причем видосы реально одинаковые вот если чуть чуть больше заморочиться до с этой темы то если посмотреть вот из чего состоят эти видео до которые используются для ютуба по сути это очень легкий штуки то есть то есть там просто пластилинчик машинка едет там какую-нибудь херню везет какие нибудь там блестки и так далее это все вот можно купить самому подснять за час реально я думал даже над этим ради прикола попробовать и сделать свой авторский контент а когда ты делаешь авторский контент ты можешь подключить официальную монету на ю тубе официальная монета через adsense уже тебе будет больше денег приносить потому что ну типа официальная монетизация ютуба а если подключен канал к ценцу приносит денег и рпм больше чем ты зарабатываешь через контент айди вот но когда ты занимаешься сериком до каким-то трафиком то ты не можешь подключить себе официальную монету и соответственно зарабатываешь с контент айди а почему ты думаешь что через партнерку больше зарабатывать чем ческать ну на основе опыта и конкретных цифр которые видел но это может быть зависит от контракта дистрибьютора с ю тубом и там же есть вы не ходите и на биби биби нет даже спрашивал о поддержке официальный типа различается ли сумма дохода когда типа официально и когда через правообладателя они сказали различается просто из официальной информации там есть то что они выплачивают либо 45 55 процентов ну соответственно при партнерской программе но при конт отойди вообще нигде нет информации вообще нигде то есть по парням или четко вот мы вам отдаем столько-то от рекламных денег то в контакте вообще никакой информации не понятно не знаю и сказать не может согласен согласен вот и бывает такое что там типа за миллион прослук прослушивания просмотров может прийти там около сотки до тысяч рублей а бывает такое что придет там на максимум 10 5 вот но тоже непонятные факторы критерии которые влияют но в первую часть это страна потому что ну чем страна интереснее тем соответственно дороже будет там трафик ну по сути это единственное что влияет на стоимость страна но и имеется ввиду если уже один просмотр на партнерской программе один просмотр через год от data 1 это уже за одной и ту же страны тоже интересно здесь вот как бы сопровить был суд доход будет разделен между правообладательным с партнерской программы если он разрешает типа разделения дохода потому что есть разные надстройки ну то есть например если трек какого-то правообладателя используется в каком-то видосе но на каком-то канале где подключена монета то правообладатель может сделать следующие вещи он может либо же заблокировать этот видос вот он либо может разделять доход с этим чуваком только если то в creator music в библиотеке в новый который в америке до вас полностью менте либо просто полностью монетизировать да в свою сторону вот поэтому если правообладатели решает монетировать все полностью в свою сторону если сравнивать сколько там получилось бы денег с официальной партнерки из контента где-то с партнерки будет больше но представь что у артиста есть канал свой и он выкладывает музыкальное видео на свой канал и у нее подключена партнерка и ставит вопрос доложи за партнеркой white листы лучше делать ну да 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 а когда в на чужих каналах твой трек используется если кто-то в этом взял по взаимствовал то там уже через контент иди собирать не ну это понятно да просто встают всегда вопрос а вот у меня партнерка а метод пролетели дистрибьютор вот этот клейм на да ну и джесси контент то есть классно на самом деле вещь тоже вот в ю тубе она очень неплохо может собирать даже вот когда просто видео представь дискотека на дискотеке на видео дискотека там дискотеке с колонок играть трек и все равно типа youtube это надо поделить и собирать этого кэш то есть такое есть только у ю туба и вот в к как-то заявили что мы хотим сделать свою вот эту вот историю типа аналог ю туба да они не сделают его потому что один только вот контент айди чего стоит то есть но они не смогут получить к нему доступ и не смогут таким образом мальчить треки этот вопрос в библиотеке наверное и технологии но ну да в целом то принципе у платформы многие как и у тик тока и у инстаграма ниже и все у всех свои контент эти системы ну да и вероятно они ну и очень я бы их не списывал со счетов ну да не с маме нормально какимию и система да да бывает в инстаграме просто ролик тупо заблокируется в какой-то стране я с ним что сделаешь да смотри у нас немного время осталось давай про я могу предложить тему поговорить про пинтерест или ты можешь сказать про любую там площадку который через чувствую что в ней есть подписал тоже смотри есть вот артисты которые хотят кому-то там отдать свой релиз и там команде какой-то и вот все на те занимайтесь я вообще никак не буду принимать участие в этом типа вот вы все сделаете и артисты я так вижу короче такой не совсем правильный подход а есть артиста кто готовы погружаться в процессы делать больше чем они могут делать типа для того чтобы результат у них был лучше чем мог бы быть поэтому пинтерест это такая площадка с которой чаще всего скачиваются креативы для того чтобы их использовать где-то там например в рилс там в тик ток еще где-то в контакте вот и однажды я листал эту площадку для поиска креативов для себя и в рекомендационной ленте мне начали попадаться видосы и мне начали попадаться видосы со звуками то есть там 15 секунд звука и причем эти видосы собирали очень большое количество просмотров там сотни тысяч лайков комментариев русскоязычная аудитория там было я заходил в профиля и смотрел что там подписчиков совсем нет то есть это по сути нулевые какие-то видосы аккаунты на которые были загружены видос и можно пойти от обратного можно создавать креативы создавать вставлять в эти креативы свой звук и загружать их туда то есть а там уже люди будут листать кого цепанет креатив на фоне цепанет трек если им трек понравится они его за шазами вот найдут за шазами добавят к себе библиотеку вот и таким образом даже когда речь идет про каком-то моспостинге если например артист решил пойти путем вот работы упор на вертикальные видео там чтобы на таргет не тратится и так далее то эту площадку можно задействовать как вот дополнительный ресурс куда можно эти вертикальные видео загружать то есть это у нас сейчас получается youtube шорт это тик ток это инстаграм рилз вк клипы и вот еще пинтерест получается можно и просто один и тот же креатив ты можешь спокойно смело на все площадки распространить вот и тем самым чем больше контента тем лучше зачем люди ищут креативы на питерсе для чего для кица люди на пинтересте ищут обычно креативы для того чтобы их использовать в рилсах в тик токи чтобы нанести туда на фон свой трек добавить может какую-то надпись так далее то есть чаще всего это используется для поиска креативов с романтическими парочками там с любовными сценами там обнимашки там прогулки там ночной город не знаю ну то есть если посмотреть у многих артистов нативные вот эти видосики которые они выкладывают как часть контента то у них идет вот сниппет официальный один и все и в довесок идет куча нативных таких видосов которые сделаны как раз таки из скачанных вот этих сцены из пинтереста либо там с любого другого стока какого-то не знаю но чаще всего из пинтереста разберут они и микросы мы по дикток еще не поговорили по поводу шаблонов которые в какой-то делать тоже прикольно кстати тема бывает залетает какой-то тренд вот недавно был когда шаблоны там вот несколько с капкатом интеграция там так все там типа есть шаблон где все замедляется моргает то есть подвисаешь ну вот и бывает такое что дам ты подшипа тренд с шаблоном что-то делаешь подставляешь свой звук и за счет того что вокруг этого шаблона сейчас идет движуха то есть это как со звуком когда звук популярен почти каждый видос попадает в реки также с шаблоном когда ты используешь какой-то шаблон либо эффект либо в челленджи каком-то участвуешь ты тоже повышаешь свои шансы попадать в рекомендации но шаблон каждый же может до пользователя капкану да да ты можешь сделать свой шаблон и чтобы его максимально люди начали форсить то есть ты можешь даже не то чтобы шаблон сделать ты в тик токи может заморочиться сделать эффект маску чего угодно там у них даже своя студия для этого удобно есть то есть это даже не надо навыками программирования владеть у них есть такая студия в которую ты заходишь, и прям в этой студии, в интерфейсе веб-браузера ты создаешь свой эффект какой-то прикольный. Вот, и неограниченный, на самом деле, потенциал этой площадки. Вот, если вообще в целом, да, говорить про инструментарий, которые там сейчас есть, то это у нас масс-постинг, да, я бы его поставил на первое место, то есть, если его грамотно делать. Второе, это посевы в музыкальных пабликах и мини-блогерах, то есть, это там, ну, бюджеты, там, серии, там, до двух тысяч рублей на публикацию. Потом таргетированная реклама. Таргетированная реклама в двух целях может использоваться. Вот, я ее в двух применял. Первое, это рост подписчиков на профиль, вот, и второе, это вывод внешнего трафика. То есть, можно настроить на пиксель, есть такая штука, вот, в бендлинке, например, пиксель ретаргетинга TikTok. У нас тоже в нашей мультиссылке есть. Ты туда его вставляешь, и у тебя TikTok начинает оптимизацию за конверсией, то есть, он старается показывать рекламу тем людям, кто перейдет по твоей ссылке и кликнет на эту кнопку, которой подвязан этот пиксель. Вот, и ты настраиваешь рекламу на оптимизацию за конверсией, и тем самым ты можешь, например, вот, как я по себе делал, только Яндекс указывал и гнал трафик к себе в Яндекс, вот, с TikTok. И это хорошо, кстати, вот, сработало. Интересно. Где-то сколько? По 5 рублей, наверное, у меня переходы получались. Ну, то есть, кто-то сидит под, там, не знаю, VPN, там, или еще что-то, да, и они просто, ну, находясь здесь, фактически, да, Ну, да, в моем экспертизе, там, послушать. Да, да. Вот, но в TikTok в основном сидят сейчас либо там белорусы, либо казахи, либо украинцы. Вот, русские не все пока что еще пользуются, ну, точнее, даже не то, чтобы они все очень мало, кто заморачивается, ставит себе лазишоп, там, либо симку с телефона достает, меняет регион. То есть, много разных есть способов это использовать. Но, кстати, можно спокойно TikTok свой вести и сидеть через веб-версию TikTok просто с VPN. А, да? Да, даже видосы выкладывать можно. Классно. Вот. Но по TikTok, да, отдельно я сделаю, конечно, видосик. Но самое удивительное это вот, да, то, что с нуля созданные аккаунты, какие-то максимально примитивные тупорылые креативы собирают больше актив, чем какие-то платные публикации у даже у супердорогих блогеров. И на этой ноте я предлагаю заканчивать то, что мы так уже на полтора часа наговорили. Ребят, соответственно, все ссылочки будут под видео. Мы благодарим Владу за то, что мы уделим вам время, поделимся своими инсайтами. Также подписывайтесь на телеграм-канал, вот и дельные штуки выкладывают. Спасибо, ребята, всем пока и хорошего дня, вечера и ночи. Да, увидимся. Пока. Всем пока-пока.